Вот смотрите, представьте себе страну, которая вот где-то далеко-далеко-далеко от нас, да, в 39-м царстве, 39-м государстве, как говорится, короче, устраивают они прям лютую диктатуру, то есть все приедут в диктатуру, нет свободного там СМИ, знаете, люди не интересуются политикой, им это запрещено, да. Вот как вы считаете, жителям таких стран, которые оказались вот в такой ситуации, что им нужно делать, чтобы вот с этим бороться? Ну это очень сложный вопрос, даже не уверена, что могут озвучивать свои мысли на этот момент, поэтому... Почему? Вы чего-то конкретно боитесь или просто не знаете, что сказать? Ну нет, просто это такая тема, что я... Ну смотрите, я спрашиваю не про Беларусь. Не, я понимаю, ну просто это очень сложно, когда тут есть некоторые схожести, поэтому... А может вы боитесь, что типа есть отсылка к Беларуси? Или что? Ну, возможно, я же не знаю, с какого вы канала, потому что я такая недоверчива, скажем так. То есть какие-то такие размышления, наверное, только в кругу людей, которые доверяют. Может быть, вот что бы могло быть в другой стране, вот как какие-то сценарии могут разворачиваться. Вот не знаю, наверное, мириться придется. Ну, если это прям даже вот в Африке, если взять пример, то, наверное, мириться. Ну, я не знаю, революцию, что ли, устроить. Ну, это сложно. Тут просто так ответить нельзя, но... Тут, я думаю, опять же, два варианта. Либо сбегать из страны, либо что-то пытаться как-то ее изменить. Ну, опять же, понятное дело, что проще сделать. Тяжело сказать за трудую страну. Да, такое лучше не отвечать. Тяжело разобраться. А вот вы сказали, почему не отвечать? Ну, он в Польшу едет, а тут останется. Это как-то вам помешает, что ли? Ну, да. Как-то может помешать. Ну, окей. А вот какие, ты знаешь, страны, которые на данный момент существуют, вот с таким режимом жестким? Какие-то я не буду называть напрямую, на самом деле, потому что просто не хочется. Может, это наши соседи или нет? Может быть. Ну, вот, если может быть, то, например, как ты думаешь, где это есть? Я просто скажу, что может быть. Даже, не знаю, жить дальше как-то. Если у кого-то есть такая инициатива и возможности, то максимально примкнуть к ним. Ну, планы, чтобы тебя за это не повязали. Если так дальше даже рассматривать, то выбраться туда трудно и практически невозможно. Это же просто невозможно. И, ну, как по-другому еще остается. Что нужно предпринять, чтобы что-то изменить? Убрать его. Просто убрать? Ну, да. А каким путем? Каким захотя. А ты приверженец сам больше какого пути? Более такого мягкого или радикального? Радикального. Радикального. А каков этот радикальный путь? Как ты считаешь, вот, если все-таки что-то менять, то это нужно делать мирным путем или путем таким жестким? Ну, мирным. Ну, то есть, типа, выборы, вот это все, да? Ладно, над темой политикой я не особо хочу разговаривать. Ну, а для чего существуют войны, перевороты, революции? В чем зависит место от обстоятельств? Насколько это уже все согрело, насколько оно устало, насколько оно гнило, и так далее, и тому подобное. А какие, вот, вы знаете, страны с таким примером? Таких примеров масса, таких примеров, где сейчас, как бы, да, и находятся у власти люди такие, да, не отвечающие требованиям своих народов. Да, я тебе даже могу сказать, что больше половины на земле таких, ну, за ними все возможны, это ставленники там всевозможных, я не знаю, там, кланов, мафий, группировок, кого угодно. Только это не представители народа, народом лишь прикрываются. Больше половины, даже я где-то одно время интересовался этой темой, ты понимаешь, на сегодняшний день даже не нашел ни одного маломайски порядочного, действительно, который бы, ну, в какой-то мере, там, занимался интересами народа, ни одного правителя на земле не нашел, ты понимаешь? Вот, вот, как начал копать, это тема, вот, все.